Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюгцы. Все, братья и сестры, во Христе, всем желаю радоваться и селиться в Господе. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку. Совершенный Христов возраст. По его образу и его учения оставили нам в Евангелии. Соскучились по мне? Я по вам скучаю. Какие у нас красоты. Как вам? Солнышко такое. Особенно вон там мне нравится. Белина. Кратенький блог, что конец февраля. Скоро весна, первые деньки тепла. Будем снова возобновлять ролики на лайве. Ну, формат, формат. Планирую я писать, ну, дома на кресле буду писать. По писанию, продолжать по Новому Завету. А по веткам, в Завету, планирую писать на улице во дворе, кто видел, да, все мои ролики эти. Буду писать. Ну, во-первых, буду псалтырь целиком записывать. Там 50 псалмов. 150 псалмов как раз в день по псалму. Вот тебе 150 дней. Это 5 месяцев. Ну, и этого недостаточно. Я буду еще писать весь Ветхий Завет последовательно. У нас книги «Бытия», кто знает, там на первой главе не раз записывал. Ну, может, еще раз пробегусь. Итак, пойду за дальше. Все будем рассматривать через призму истины, Бога, Нового Завета, Духа Святого, плоды которого свойства, вы знаете, это любовь, радость, мир, кротость, смирение, убование, долготерпение, доброта, милосердие, воздержание. Через эти призмы мы только будем смотреть на Ветхий Завет и оттуда брать пользу. Ибо не все, что там описано, есть хорошо. Господь сам сказал, если ты делал и я молчал, это не значит, что я такой же, как ты. И ваши слова – это не мои мысли. И ваши мысли не мои мысли. Так что вот так вот. Таким образом будем действовать. Ну, и вот такого формата буду, может быть, гулять где-то у себя, когда тоже все-таки выхожу на велосипеде, может, буду куда-нибудь тут по горам, по речкам. Может быть, что-то тоже вот так в свободной форме буду, как всегда, записывать. Вот такой вот простой формат. Вот тут у нас, конечно, ого-го, вон вся моя деревня. Спуск с горы, такой тишина, благодать. Тут мне вот это поле нравится. Хорошо. Такое. Чистое, чистое. Прикольно, конечно. Ну, в общем-то, все. Вкратце хочу напомнить вам единственную заповедь Господа. Это заповедь о любви. К чему? Любовь к истине – это и есть любовь к Богу. Вы помните, когда Павел рассказывал о том дне, когда должен прийти Господь, и как в Фессалоникийской церкви стали появляться уже лжеучения о том, что будто наступает День Христов 2000 лет тому назад, а сейчас весь Ютуб забит этой погонью, что будто уже грядет вот-вот. Господь Павел четко дал определение во Втором Послании, что тот день не настанет, и чтобы мы не смущались ни от этих духов, ни от их слов через людей, изрыгаемых сейчас на все стадо Божье, ни от посланий, так называемых, псевдо-святых, нынешних, бывших. Будто уже наступает этот день. Ничего подобного. Этот день не наступит до тех пор, пока не будет массового отступления от того Иисуса, пришедшего 2000 лет тому назад. И только тогда на этой кучке вылезет он, главарь всего этого лжестада, или Христова, или стада Антихриста. Беззаконник, человек греха, сын погибели. И только тогда, по короткому времени, его царство, когда на него будет изливаться семь чаш гнева, придет Господь. И приход Господа, наше к нему воскресение из мертвых в нетленной плоти, изменение живущих во Христе в это время, вознесение, это все события одного порядка. И суд по нашим делам жизни, по той жизни, какой мы жили, что творили в этой жизни доброй и худой, это все события мгновенного одного порядка. Будет автоматически. Господь не будет стоять ни с какими книжками, не будет там выслушивать прокуроров, защитников, адвокатов, наоборот, да, и прокуроров-обвинителей, защитников, адвокатов. Все, что в тебе внутри, станет явно все то сокровище, ты насобирал золото, серебро и драгоценные камни, или солому, сено и всякое гнилое дерево, ну а можно сказать и пожестче, да, всяких фекалий полонты. Вот, поэтому, мои родные любимые, перестаньте всех злословить, осуждать, обречать. В том, как сейчас это подают, на самом деле, это просто публичное отношение людей. Никакого, ничего общего со словом обречения это не имеет. Вот, перестаньте нести тьму в этот мир, несите свет, благословляйте, благотворите, молитесь. Судить мы можем только своих, тех людей, которые на расстоянии вытянутой руки от нас в нашем собрании, да, над теми, над которыми у нас есть какая-то, так скажем, внутренняя семейная церковная, так скажем, власть. Мы можем человека пристыдить в своем собрании, лишить его общения, да, внешних мы не судим. И те, кто сейчас на расстоянии Ютуба для нас, это все внешнее. Хоть мы все и христиане, мы все в теории в теле Христовом, вот, но это не говорит, что сейчас публичные масс-медиа являются, не знаю, как это называется-то, связью членов тела Христова, ничего подобного. Вот, поэтому светите, светите добрыми делами, как заповедал нам это Иисус Христос, добрыми словами. Обязательно возрастать в его образ надо, в его возраст, по его образу. Смотрите в Евангелии, что он делал. Смотрите в Евангелии, чему он учил. А он учил только тому, что он делал сам. И подражайте ему. Вот такая вот простая моя проповедь. Вы все знаете, все нам остальное в Евангелии. Не умоляйте жертву Христову смирение Господне, который совлекся своей славой на небесах и облегся в это тело смерти, тело греха ради нас, чтобы дать нам путь и пример. Не умоляйте эту жертву, не обесценивайте ее, не порочьте ее, ибо хлеб остается хлебом, вино вином, а без святости никто не увидит Господа. Потому что един Господь Бог свят, этот Господь Бог Иисус Христос, а святость его проявилась явно ко всему мирозданию в его творении, прежде всего в бытие каждого из нас. Ну и в нашем примирении с Богом, ибо прежде не мы его возлюбили, а он любит нас и готов нас принять всегда и во всем. Так и нам надо быть милостивыми, добрыми ко всем. И прославлять его не поношениями, не злословиями, не клеветами, не пересудами, не распрями, не ссорами, не разногласиями, а действительно молитвой за врагов, за своих благословением. Обязательно благим словом, добрым словом, словом поддержки, словом ласкательным, жалостливым, если нужно человеку, и обязательно благотворением. Ибо дело без вер мертва. Вера наша, вера учения, содействует, является источником и дальнейшим, так скажем, вдохновением наших дел, и этими делами наша вера достигает совершенства. Вера и совершенный возраст из куша Христа достигается делами, а не диванной лёжкой. Ну всё, все, кто скучает по моим огородно-нагорным прогулочным проповедям, ставьте лайк. Об этом я тогда и узнаю. Всех я вас нежно, по образу Павла, как он писал, нежно целую, лобезалью, лобзанием, целованием святым. Всех крепко-крепко обнимаю, с кем знаком, с кем ещё не знаком. Все мои контакты у вас на экране. Стучитесь, добавляйтесь, друзья, я не кусаюсь, я всегда рад новым знакомствам, новому общению во Христе Иисусе, в Боге нашем, в Духе Святом, который есть. То есть в любви, радости, мире, кротости, смирении, ибо сам Дух, Его свойства, Его природа именно такова. Если нет, это общение обычно быстро заканчивается. Если да, оно продолжается именно в этом Духе. Ну и подписывайтесь на каналчик, делитесь роликами, какие вам нравятся на моих каналах, для назидания церкви, если вам полезно, если вам назидательного служения. Ну и на этом всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»